Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка для школ с кыргызским языком обучения. Третий класс. Тема «Кому что принадлежит?». Всем-всем добрый день! Прочь с дороги наша лень. Не мешай учиться, не мешай трудиться. Правильная речь – это признак культурного образованного человека. Продолжение следует... Продолжение следует... В русском языке тоже есть очень много правил, которые нужно знать. Сегодня мы будем учиться правильно говорить, кому что принадлежит, и развивать умение строить грамотную речь. Рассмотрим рисунки. Это Антон. Это его рюкзак. Чей это рюкзак? Это рюкзак Антона. А это Алина. Это ее книга. Чья это книга? Это книга Алины. В предложениях «Это рюкзак Антона» и «Это книга Алины» мы говорим, кому что принадлежит. Запомните, когда мы отвечаем на вопросы «Чей», «Чья», «Чье», «Чьей», можно ответить так. Мой словарь, ее ручка, его карандаш. Но когда мы хотим сказать, кому принадлежит предмет, нужно говорить так. Словарь Азамата, ручка Аиды, карандаш Алены. А теперь давайте прочитаем текст вместе. В этом тексте очень много слов, которые отвечают на вопросы нашей темы. Чей, чья, чье. Где, чьи вещи. Здравствуйте, меня зовут Саламат. Это мой дом. В доме три комнаты. Это зал. В зале шкаф, телевизор и стол. На столе лежат вещи мамы. Чьи вещи? Вещи мамы. Тетради, ручки, словари. Она учитель. А вот самая большая комната. Это комната мамы и папы. Чья комната? Комната мамы и папы. В комнате тоже есть стол. На этом столе лежат книги и журналы. Мой папа не учитель. Он врач. И он очень любит читать. А это моя комната. Она маленькая и красивая. Справа у стены стоит моя кровать. Слева стоит шкаф. Около окна стоит стол. Мне нравится моя комната. Чтобы лучше усвоить тему, давайте проведем следующую работу. Отвечаем на вопросы по тексту. Сколько комнат в доме мальчика? В доме мальчика три комнаты. Чьи тетради, ручки и словари лежат в зале на столе? Тетради, ручки, словари мамы. Чьи мамы? Чьи книги и журналы лежат на столе в большой комнате? Книги и журналы папы. Чьи папы? Чья комната маленькая и красивая? Маленькая и красивая комната Саламата. Чья Саламата? Чьи вещи находятся в маленькой комнате? В маленькой комнате находятся вещи Саламата. Чьи Саламата? Выполняем задание. А это задание выполняйте по образцу. Чей это учебник? Слова в скобках надо изменить и ответить на вопрос, чей это учебник. Это учебник Олега. Чья это комната? Это комната сестры. Чье это письмо? Это письмо отца. Чьи это тетради? Это тетради ученика. Чей портфель стоит на стуле? На стуле стоит портфель Ахмеда. Чья ручка лежит на столе? На столе лежит ручка учителя. Чья ручка? Ручка учителя. Чьи родители работают в больнице? В больнице работают родители Алины. Чьи? Алины. Ребята, я думаю, что вы справились с заданиями. Сегодня мы научились правильно отвечать на вопрос, кому что принадлежит. Я думаю, с помощью изученного правила вы будете строить грамотно свою речь. Запишите, пожалуйста, домашнее задание. Страница 83, упражнение 3. Страница 84, упражнение 5. Всем удачи, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова